Всем привет! Вы, наверное, уже в курсе, что сегодня в 15 часов 39 минут сайт facebook.com и все его дочерние сайты рухнули. Я же об этом узнал только в 11 часов ночи. И сразу полез на англоязычные новостные сайты, не только, чтобы узнать, что же происходит, почему это все произошло и почему сайт facebook рухнул так внезапно и уже сколько времени он никак не может прийти в себя. На одном из сайтов по кибербезопасности англоязычном я узнал, по словам Дога Мадори, директора компании по интернет-анализу под названием Кентик, расположенной в Сан-Франциско. По его словам, это было вызвано ошибкой, которая произошла внутри компании facebook. При этом он сказал, мы не знаем, как и почему продолжаются сбои в работе facebook и других его объектов, но изменения должны были происходить внутри компании, поскольку facebook управляет этими записями внутри компании. И остается только догадываться, были ли изменения внесены злонамеренно или случайно. Мадори сказал, что возможно кто-то в facebook просто облажался. При этом 4 октября примерно в 22.30 на ресурсе telegram появилось сообщение буквально на несколько минут о том, что за произошедшее с сайтом facebook, с компанией facebook и всеми дочерними компаниями facebook взяло на себя ответственность организация Anonymous. Это сообщение было действительно всего лишь в течении буквально двух минут, и потом его сразу же удалили. Тем временем несколько разных компаний по регистрации доменов выставили домен facebook.com как выставленный на продажу. Нет никаких оснований полагать, что в результате этот домен действительно будет продан, но интересно подумать, сколько миллиардов долларов он мог бы выручить на открытом рынке. Итак, кто такие Anonymous? Это современная международная сеть активистов и их активистов, отдельные узлы которой слабо связаны между собой. Первоначально термин появился в 2003 году на имиджборде Chan как концепция множества онлайн и оффлайн сообществ пользователей, представляющих собой анархический цифровой мировой разум. В своем раннем виде концепция Anonymous трактовалась как децентрализованное интернет-сообщество, действующее анонимно и скоординированно для достижения своих целей, как правило, ради развлечений, связанных с различными интернет-юморами и мемами. А позже, начиная с 2008 года, Anonymous начинает сильно ассоциироваться с таким понятием, как совместный и международный активизм. Они провели ряд протестов и других акций в ответ на цифровые антипиратские компании, различных торгово-промышленных, кинозаписывающих и иных компаний. Движение Anonymous не обязательно привязано к определенным ресурсам, однако некоторые сайты тесно с ним связаны. После ряда скандальных и хорошо преданных огласке акций и протестов, а также успешных дос-атак и взломов веб-сайтов, популярность и размер группы Anonymous увеличились. Сейчас уже 10 минут первого ночи и на сайт фейсбук до сих пор не удается уйти. Пишет, нам не удается найти этот сайт. Остается только ждать утра и тогда мы уже узнаем, смогли ли побороть эту проблему в фейсбуке или же нет. Продолжение следует...